Сегодня я хотел бы поговорить с вами про Entity Framework. Это не общий обзор, это, скажем, по большей части будут как некие бизнес-кейсы, бизнес-сценарии, которые встречались на проекте, с которыми пришлось, так сказать, пободаться, поинвестигейтить, и, в общем, просто я собрал сборная солянка таких сценариев. Некоторые сценарии были отловлены моими коллегами, и они любезно со мной поделились, я их тоже добавил в копилочку, как-то организовал, и вот получилась такая презентация небольшая. Ну, поехали. Значит, я старался как-то сгруппировать эти бизнес-кейсы по областям. Первая часть относится к работе с E-DX-моделями. Вот, она обычно в себе содержит неочевидные кейсы, которые влекут за собой труднолобимые баги. Также вы знаете, что, поскольку там она разбита на концептуальную модель, storage-модель и маппинг, и при добавлении таблиц на эту модель происходит автоматическая дегенерация, и ваши таблицы могут попасть в абсолютно разные положения в данной E-DX-модели. Это приводит к конфликтам при менеджер, и очень большим, если вы работаете с коллегами с одной и той же E-DX-моделью. Я потом расскажу пару кейсов, связанных, как мы сперва боролись с этим. Потом все-таки тяжело, в общем, с этой штукой работать. Дальше идет тема ITT Framework Services. Я туда сгруппировал в основном механизмы, которые представлены в самом ITT Framework, такие как DB Context, Change Tracker, прокси-генерации, стратегии загрузки данных. В общем, все стандартная кухня сервисов, которые предоставляет ITT Framework. Дальше идет тема Future Queries и Loot-Up Day Scenario. Это там просто представлены будут дальнейшие идеи развития по тюнингу в основном сценариях загрузки данных, и чем грешат все URM-ки по Loot-Up Day сценариям, и как в Entity Framework это решили. Потом последняя тема, самая, я так считаю, сложная и напряженная, это когда идет работа с графом объектов, вот, и узлы данного графа обновляются, там какие-то ренеймы, да, и вам нужно некий сделать, ну, если это, конечно, возможно, за один раз, а сгенерировать весь SQL, который, в общем, все changes, которые вы сделали сущностью, идут в базу данных. И подытожим, какие, вот, можно было выделить best practices, да, работы с Entity Framework, да, со всей этой инфраструктурой, и какие мы смогли, так сказать, взять на вооружение кейсы. Так, поехали. Значит, первый пункт связан с операциями, да, инициатором Data Delete, который базируется на хранимых процедурах. Значит, давайте я вам сразу покажу, что, о чем я буду говорить. Вот, у вас есть, ваше модель, да, и у вас, например, ваша таблица полностью построена на хранимых процедурах. О чем это говорит? Что вы не можете работать с этой таблицей, инсертить, апдейтить и делитать, используя механизм save changes, да, который генерируется автоматически. Все ваши инсерты и делиты будут проходить через эту хранимую процедуру. И давайте вот представим кейс. Вот у нас был такой. У нас подход не был связан абсолютно никак с никакими хранимыми процедурами. Все делалось через save changes, все автоматически генерировалось. И так сложилось, что, когда был добавлен некий каскадный флаг на том, что каскадная должна проходить операция, например, удаления или апдейта, для всей иерархии. И в самом нижнем узлу данной иерархии нужно было выполнять дополнительную бизнес-логику, которую нельзя было делать и шар в коде, а которую нужно делать именно на сиквеле. Ну, я пущу какую. Ну, в общем, такой кейс был, да. И, соответственно, в самую нижнюю таблицу данной иерархии вот было добавлено вот такой вот маппинг на каскадное удаление. И особенность этих фреймлок заключалась в том, что теперь вы не можете работать со всей иерархией объектов. Ну, то есть для части иерархии работать без хранимых процедурах, но на самом нижнем левеле вы используете эту хранимую процедуру. Вам нужно будет абсолютно перевести все ваши таблицы, которые задействованы в каскадах, на такую хранимую процедуру. Вот. И это очень вылился большой оверхед, да. В чем это сразу выливается? Вам нужно сразу саппортить как бы два кодбейса. Один – это как бы C-шарфный код, второй – сиквейн. И причем вам нельзя выборочно переопределять только, например, delete. Вам нужно автоматически сразу создавать хранимые процедуры на insert, select и delete. Иначе вы не сможете загружать ваши объекты в население. Вот. Так же самое при сейдж-чендерсе должна определенно выбраться хранимка именно для этой таблицы и так далее, и так далее. В общем, влечет за собой очень большое количество оверхедов, не поддерживается change tracker. Это, опять же, рефакторинг. Так бы вы, например, делали все C-шарф, и теперь вам нужно лист сиквел, да, смотреть. И еще какой момент – у вас все таблицы, если вы вдруг работаете, вот, например, с таблицей кастомеров, да, и, ну, вам, например, добавилось новое поле, и потерялась какая-то связь, вот, и вам нужно ее обновить. И вам нужно теперь также будет следить, что когда вы добавляете таблицу кастомер, вот, как видите, вам нужно опять вручную проходиться по всей таблице, вспоминать какие-то, какие хранимые процедуры замаклены на ту или иную операцию и так далее. Вот. То есть данный подход в разы, как бы, да, усложняет жизнь, так сказать, обычным разработчикам, вот, поэтому вот мой кейс, да, мое напутствие нужно вот взвесить за и против такого подхода, что все-таки может быть как-то вынести эту сиквельную логию на C-sharp-код, а не заниматься поддержкой теперь две ветки, да, сиквел-кода и C-sharp-кода, следить за обновлением таблиц, которые содержат хранимые процедуры. И более того, там мы сейчас будем дальше, я пока буду показывать кейсы, как работает с хранимыми процедурами. Вообще обновление хранимых процедур влечет тоже за собой некоторые риски в Entity Forever. То есть, в общем, в принципе, я вообще не вижу никаких позитивных моментов, да, перехода на хранимые процедуры именно для таблиц для поддержки CRUD-операций. Поехали дальше. Значит, ой-ой-ой-ой. Вот как раз хранимые процедуры, да, вот следующий пункт, это обновление хранимых процедур, таблиц и вот маппинг. Давайте рассмотрим. Вот я открыл мотал-браузер, да, и вот возьмем хранимую процедуру. Я уже подготовил. Называется Customer Orders Orders, да. Сейчас мы ее найдем в нашей базе данных. Вот мы хотим ее модифицировать. И давайте вот посмотрим таблицу Customer Orders. И добавим какую-то еще колонку, например, да, ShipName. То есть вот модифицировали хранимую процедуру, добавили новую колонку, да. Давайте я вот... Ой, да. Вот, заопдейтилось. Проверим, давайте. Что все в порядке. Теперь у нас хранимая процедура возвращает дополнительную колонку, ShipName. Ну, как мы теперь действуем? Мы обычно идем сюда, да, находим нашу хранимую процедуру, перебиваемую и делаем апдейт. А, да, вот. Ой, да, это я поторопился. Сейчас, секундочку. Это я поторопился. Просто надо аккуратно выполнять шаги, да, чтобы продемонстрировать все, так сказать, тонкости. Вот, мы идем в клавкапку Refresh, да, поскольку у нас уже хранимая процедура добавлена, я показал, да. Ну, и просто делаем финиш. И, типа, так мы обновили хранимую процедуру, да, чтобы возвращало дополнительную. Давайте посмотрим, вот какие changes она сгенерировалась. Никаких. То есть, ну, ничего не поменялось. Как-то странно. Смотрим сюда. Смотрим. Ничего не поменялось. И есть еще такая папочка, которая отвечает за результат возвращения хранимой процедуры, да, вот она называется Custom Orders Orders Result. И здесь тоже ничего абсолютно не поменялось. Давайте вот это я распахну. То есть, нет нашего поля. Ну, то есть, вот мы уже видим, у нас возникают некоторые сложности работать с хранимой процедурой. Мы не можем сразу обновить, используя механизм Update Model From Database, нашу хранимую процедуру. Поскольку, ну, вы видите, да, ничего не происходит, никакого дифа нет. Чтобы ITK framework увидел, нам нужно прибить здесь, здесь и сам результат. Там с результатом вообще отдельная песня. Я сейчас тоже об этом скажу. Пару слов. После того, как мы полностью вычистили хранимую процедуру из Store модели, из концептуальной модели, убрали результат, который генерирует хранимые процедуры, да, и теперь попробуем как бы добавить свеженькую. Вот она. Custom Orders Orders. Делаем сейв. И идем. Вот наша хранимая процедура, да. Все нормально, добавилось. Вот здесь она тоже есть. А теперь идем в результат, да. Мы же поменяли результат, который возвращает хранимую процедуру. И посмотрим, поменялось ли. Вот. Теперь мы видим, что теперь поле ShipName, да, в соответствии тому, что есть в базе данных. И, например, вы скажете, окей, отличный подход обновления хранимых процедур. Нужно полностью их вычищать, да, результаты со всех моделей, и тогда применится апдейт. То же самое, это мы рассмотрели для параметра, которые возвращаются из хранимой процедуры. То же самое правило верно для параметров, которые вы передаете в хранимую процедуру. Если вы заэкстендите параметр в базе и нажмете апдейт, у вас тоже ничего не получится. Нужно тоже вручную прибивать хранимую процедуру и, ну, как бы, добавлять ее заново, чтобы, ну, чтобы она перегенерировалась. И еще тонкость вот с этим результатом. Я одно время пытался схитрить и, ну, как бы, оптимизировать, да, себе. Ну, зачем это в трех местах? Нужно грохать. Думаю, может, какой-то есть оптимальный путь работы с хранимой процедурой. И решил не прибивать вот этот результат. В итоге Entity Framework не понимал, что это тот же самый результат с новым полем. Он мне выдавал вот такие вот штуки. Я не знаю, может быть, кто-то тоже на этом напарывался. И мне дегенерировалось на каждый апдейт хранимой процедуры результат. И каждый раз в конец добавлялось там один, два, три, в зависимости от того, сколько раз вы апдейтили модель. Поэтому правило осталось такое, что ничего нельзя оставлять. Нужно полностью все сносить. Вот. И добавлять хранимую процедуру заново. Вот такой вот кейс интересный. И, кстати, он также распространяется на обновление таблиц. Если вы добавили колонку, сделали rename, пожалуйста, сразу удаляйте таблицу. Вот. И добавляйте заново. Поскольку он неправильно строит диф между тем, что есть в VDMX модели и в базе. Ну, опять же, вот тонкость. Если, не дай бог, у вас на таблице привязаны какие-то... А, да, это же я уже перегенерировал. Привязаны какие-то хранимые процедуры, да, какой-то маппинг. То будьте внимательны. Это, конечно, можно все это посмотреть, да, в соцконтроле, да, что там какие-то были изменения. Но вот эти вот штуки можно практикать вообще очень легко. И, соответственно, вы выкинете часть функционала из своей логики, которая будет обновляться не через хранимые процедуры, да, а в обход им. И никаких багов вы не увидите. То есть никаких эксепшенов, ничего. Все будет работать так же самое. То есть только часть логики у вас будет считаться неправильной. Вот. Поэтому это так, спорный вопрос удалять все это. Но вот он годится только для хранимых процедур, да, вот. С таблицами тут надо быть, ну, как бы, поаккуратнее. Отлично рассмотрели. Движемся дальше. Many-to-many relationship. Сейчас я покажу, на чем мы будем экспериментировать. Вот у нас есть уже подготовленная схема базы данных. И мы будем экспериментировать, чтобы вы сразу знали, с какими таблицами. Employees, employee territories и territories. Отношение many-to-many, да, видите, как оно моделируется. Просто создается некоторая промежуточная таблица, в которой есть просто формы. И на диаграмме это выглядит как... Пока никак не выглядит, да. Пока мы сейчас будем, значит, вот эти две таблицы. Employee territories, territories employees. Почему я показал сразу три таблицы? Смотрите, обычно, когда вот разрабатывается там база данных с нуля, да, то не всегда представлены могут быть сразу там все эти три таблицы, да. Или, может быть, только левая часть представлена, а потом many-to-many появится. Ну, в общем, и так далее, да, различные кейсы были. Или там рефакторинг базы данных произошел. Соответственно, может быть, так получится, что вы, например, добавили только employees, да, и employees territories. Да, то есть, как бы, одну часть отношения. И когда вы добавите такую часть и сделаете validate, то... О, нет, все нормально. Может быть... Сейчас, секундочку. О, нет, так. Давайте попробуем territories и employees territories. Просто я хотел показать там идея в чем. В зависимости от того, каким образом вы будете добавлять первую связку. Например, так, validate. Так, уже все нормально. Давайте я продемонстрирую, как вообще выглядит отношение тогда many-to-many. Она выглядит очень необычно. Она немножечко отличается от того, что мы видим в базе данных, да. То есть здесь, видите, промежуточная таблица здесь, а здесь ее нету. Почему ее нету? Потому что она является... Ну, и TT Framework трактует ее как часть ассоциаций между employees и территорией, да. И это просто две коллекции. Вот, вы видите, две наглядационные коллекции территории и employees. Она... Поскольку вот эта вот промежуточная таблица не содержит никакого payload, то в котором, ну, я имею в виду, что кроме foreign-ключей, там есть еще какое-то там поле, там, integer, да, например, то NTD Framework, вот видите, трактует как часть ассоциаций, и вообще выкидывает ее из 1MX-моделей. Ну... Ну, вот немножечко, да, вводит в заблуждение, где же моя третья таблица, да, через которую мне нужно делать, например, include, да, чтобы подгрузить, например, территорию. И, например, если в будущем вы захотите модифицировать... Я сейчас покажу, как там отличается... Захотите в будущем модифицировать вот эту вот таблицу, да, ну, например, добавить еще один ключ, у вас совершенно другая схема с кем-нибудь рекомендацией. Ну, все-таки дайте я еще раз попробую... Еще раз попробую добавить... Не понимаю, почему все проходит... ... ... ... ... Продолжение следует... Если сейчас не получится, то покажу вам кейс payload. Да, все, что... Вот это вот... Ладно. Не будем. Так. Давайте теперь в employees территории добавим какой-то payload, какую-то колонку. Все равно какую. Типа кинт. Ну, наоборот. Принципиально. Пробуем представить теперь это отношение, как оно отобразится на EDMX модели. Придите явно свою третью модель, вот эту промежуточную таблицу. И, соответственно, ну, как вы видите, да, уже соответствует той же самой диаграмме, да, которая приведена в таблице. И вот как бы best practice, да, рекомендует все-таки, если у вас есть только два foreign-ключа, все равно добавлять какой-то маленький payload. Данную таблицу, ну, там говорят, это как бы синтетическое поле. Оно может быть не участвует в никаких вычислениях, но, типа, пусть будет. Для чего это? Когда вы пишете запросы, делаете инклуды по всем, по таблице employee территории, да, там, select и так далее, какие-то операции, там, updated, delete, то данная таблица в них не участвует, да, поскольку я показал, да, что промежуточная таблица является частью ассоциаций. Соответственно, когда в будущем у вас появляется кейс, что нужно добавлять какой-то payload, и добавляется промежуточная таблица, вся ваша абсолютно бизнес-логика, в которой участвовали эти две таблицы, ее нужно будет рефакторить. Потому что появляется еще одна таблица, и уже через нее вам нужно перестроить все свои отношения. И чтобы как бы этого предотвратить, вот рекомендуют создавать дополнительное поле, синтетическое, чтобы в будущем этот кейс как бы мобилировать. Вот. Вот такая вот работа с made to made. Но все равно, вот, может быть, там, у кого-то, кто-то понимает, да, какой кейс я хотел продемонстрировать без пейлота, я тогда на пальцах покажу, да, как это выглядит. Например, я захочу добавить только связь employee и employees territories, да, этой таблицы нету. Там будет ошибка валидации, что я не могу построить связь. Если я добавлю наоборот территорию, а выкину employee и добавлю, там тоже не сможет. В общем, many to many, оно как? Или добавляются сразу те таблицы, которые участвуют в отношении, да, их нужно прибить и, ну, как бы пересоздать. Потому что вручную редактируют все эти навигационные свойства. Это, конечно, ну, не очень хорошо, да. Пусть это делает за вас entity framework. И видите, вот этот кейс, например, сейчас у меня почему-то не работает. Все нормально. Все нормально отображается. Хотя я же это тоже, да, как бы, протестировал. И когда я это тестировал, все было далеко не так. Не так. Ну, последний. Бреддейт. Нет, все нормально. Ладно. Пропускаем. Так, следующий наш кейс. Работа с гуидом. Работа с гуидом – это просто таблица, да. Просто небольшие нюансы, да, работы с ней. Таблица с гуидом, да, давайте посмотрим. Как это выглядит. Вот, когда вы добавляете таблицу, которая primary key является гуидом, то, как видите, entity framework по умолчанию не выбирает store-generated pattern identity. То есть он выставляет его в поле none. Если вы хотите, например, делать insert на этой таблице и хотите получить ID существенности, которую я оставила, да, вам нужно явно это указать, что это identity. Вот. И этот ключ не будет перегенерироваться каждый раз, когда вы будете вставлять сущность. Соответственно, компьютер, да, генерируется каждый раз новая, да, при… когда сущность вставляется в базу данных. Ну, обычно здесь identity вставляется, да. И вроде все хорошо. Ну, ладно, да, дополнительный кейс, типа нужно не забыть выставлять эту identity вручную. Но перед этим, если помните, у нас есть как бы один полу-бест-практис, чтобы обновить таблицу, желательно ее прибить и добавить заново. Ну, я, наверное, вы, наверное, уже догадываетесь, да, что ничего тут не будет. И вам нужно опять вручную лезть. И, соответственно, данный кейс, если вы, например, забыли это выставить и, опять же, пошли сразу тестировать, да, что вы ничего не поломали, то у вас все будет работать. Но будет работать ровно один раз. Потому что у вас генерируется на первый insert identity с GUID 0.0.0.0.0.0. Но если вы второй раз вдруг захотите проверить то же самое, да, у вас пойдет эксцепшен, что я не могу выставить, как бы такая запись уже существует, но если у вас генерируется на уровне базы данных. Единственное, я могу сказать, как мы это обошли, вот такую вот штуку, когда вы обновляете EDMX-модель и хотите быть уверены, что вы ничего не поломали. На это можно написать интеграционный тест, который будет проверять следующее. Когда вы делаете insert записи в данную таблицу, вы должны проверить, ну, просто это очевидно, да, что у вас GUID не 0.0.0, да, а тот, который сгенерировался на базе данных. Только таким образом мы смогли покрыть кейс, что при обновлении EDMX-модели у нас не свалятся таблицы, у которых есть GUID, да, и у которых там вставляется запись. Вот такой вот. Такой вот интересный вот кейс. И последнее по работе с EDMX-моделями это Vue. Это очень тоже такой кейс, как бы он был сперва... Его словил не я, да, коллега с проекта, но когда он мне его показал, в общем, пока ты не словишь его сам, да, и не увидишь, что тут происходит, ни за что не поверишь. Значит, вот есть такая дьюшка, Letter Language View. Это взято чисто с интернета, да, можете увидеть, просто мне надо было продемонстрировать, да, давайте посмотрим. Особенность работы с ней. Так, сейчас... Так, сейчас... Letter Language View. Вот она. И вот. Очень простая вьюха, да, из двух таблиц выгребает Letter AA, BB, и Language Ukrainian English, Ukrainian English. Ну, вообще, ну, простейший сценарий, да. То есть, да, какие мы данные должны увидеть здесь. Давайте запустим наше приложение, посмотрим. Да, еще... Немного... Немного не верят, типа, что... Я просто демонстрирую, да, вот сгенерировался сикл, вот я только что показал, сгенерировался сикл, два Ukrainian, два English, AA, BB. То есть, вы мне верите, пришло с базы данных, вот, давайте посмотрим на результат. Первое, Ukrainian A, Второе, Ukrainian A, А, Ukrainian. То есть, где наш English? То есть, ну, это простой, как бы, кейс, да, тут, как бы, ну, только удивление, да, почему English не вернулся. Но когда у вас, например, вьюха, которая содержит полей 25, и вы в дебаге копаетесь, а где же эти данные, да, почему они не вернулись, как бы, утепления гораздо больше. И, в общем, очень интересный кейс, да, давайте вот разбираться, что произошло. Во-первых, вот, полезно заглянуть сперва в саму EDMX-модель, да, и посмотреть на нашу вьюху. Может, там, что-то там такого сложного, что он, нет, эти фрейморки не разрулил в данной сценарии. Ну, посмотрим наше вьюха. Вот она добавилась. И смотрите, что интересно здесь пишется. Короче, Entity Framework говорит, что найдена ошибка при генерации данной вьюхи. Данная вьюха не содержит primary key. Но, тем не менее, это ошибка, но, тем не менее, Entity Framework дал нам возможность добавить эту вьюху в нашу EDMX-модель. Но, если вы там, у нас просто на проекте очень интенсивно вьюхи используются, да, и у меня была возможность на разных вьюхах проверить вот этот вот вармен, для каких оно генерирует, для каких оно не генерирует. И, как ни странно, в общем, я подобрал такую вот вьюху, сейчас я вам покажу. Сейчас я уточню, как оно называется. Просто не для всех вьюх, как вы поняли, данная штука прокатывает. Вроде бы вот это вот. Нет, я смогла добавить. Так, вижу. Отлично. Значит, вы видели, да, только что я добавил вьюху, но нигде на нашем дизайнере ее нет. Вот я сейчас покажу. Давайте посмотрим, она вообще добавилась. Вот наш IntelX-модель. Смотрите, как интересно entity framework сгенерил. То есть, например, почему-то эту именно вьюху он вообще как бы закомментировал. Но мою вьюху другую. Он закомментировал, но добавил часть комментариев. Это он оставил. То есть, как бы полурабочая вьюха. И по идее должен быть вот такой вот сценарий, да, или вообще не добавлять его. То есть, как бы он дал нам возможность воспользоваться вьюхой, которая не рабочая. И вот это очень трудно уловимый баг. И первая подсказка, которая говорит, у вас все вьюхи обязательно должны содержать правила реки. Иначе вы будете ловить вот такие вот фантомные записи. Это первый момент. И второй момент, опять же, это вот как бы это чисто экспериментально. Нигде я не смог найти объяснение этому. Вот взял просто вьюху на выбор и она вот так вот сгенерировалась. Сейчас я вам покажу, как она вообще выглядит. экспериментально было замечено, что те вьюхи, которые даже если и содержат primary key, но содержат left outer join, есть вероятность того, что вы получите невалидные записи. Поэтому, опять же, в интернете как бы рекомендуют, чтобы не добавлять какой-то из primary key, использовать вот такую вот функцию. Мы сейчас проверим, так ли это. Это функция, сразу скажу, это просто очень простая функция, да, просто генерирует уникальный ID по вашим записи. Просто запись один единица, запись два два, ну и так далее. И давайте вот мы сейчас создадим, сейчас я прибьем эту вьюху и попробуем создать его заново. Вот она создалась, сейчас проверим, что она есть. И она должна измениться, вот, как я и говорил, просто новое поле, с уникальным модификатором. И давайте мы прибьем здесь и добавим из базы. Вот она. проверим. Проверим. Ну, можно просто по идентификатору посмотреть, что все нормально. То есть, как видите, просто, простое добавление функции, которая, ну, просто, как бы, да, генерирует уникальную ID, да, позволяет пофиксить данную проблему. К сожалению или к счастью, я не знаю. Почему-то на Stack Overflow, да, вот такой вот косяк, очень мало, как бы, лайков, да, набрал. Может быть, народ не часто использует, ну, не интенсивно на своих проектах в Юхе, да, они, ну, на нашем, например, они очень интенсивно используются, да, и вот такой вот, такой вот сценарий, да, вот сразу позволил пофиксировать множество таких, которые на церквал Владима Убама. Еще вот по Юхе, сейчас я просто хотел диф показать. До сих пор эти дифы округаются, но я думаю, что давайте мы, наверное, вычистим и это. Ну, ладно, не буду проверять. Ну, мне кажется, после того, как я, что-то не подумал, если вы берете это, то и эта ошибка генерации исчезнет, да, и у вас все будет красиво. Так что вот будьте внимательны, работая с финихами, в которых нету какого-то праймари-ключа, да, и в которых используется left-after-join. Ну, просто обратите внимание. я не нашел никакой закономерности, да, вот, я показал только, что одно оно приняло, да, второе. Ифинься тогда дальше. Все, с EDMX-моделями закончили. А, да, кстати, вот кейсы я хотел рассказать. Как видите, да, тут очень много нюансов, да, с работы с EDMX-моделями, и как вот мы менеджили данную штуку, например, у нас на проекте. Вначале это выглядело так, что просто мы между собой договаривались. Я вот, например, там выкатывается, например, база данных, да, я вот сейчас быстро обновляю базу данных, обновляю EDMX-модель и делаю коммит, чтобы остальных не блочило. И чтобы один человек страдал и занимался проверкой маппингов, проверкой вьюг, что там не простыкали праймарики, что правильно обновились таблицы или там ренейм. И это же не только в начале разработки, да, когда же база данных, например, еще не устоялась, да, она эволюционировала данным, рефакторинг какой-то, переименование, добавление новых колонок, изменение связи, там, ну и так далее, да. То есть это как бы ну, рутинная работа, но вот видите, она может превратиться просто в ад, если вот не работать и не помнить все вот, например, эти кейсы. И когда, и в начале это на самом деле подход очень нам помог, да, как бы мы не особо страдали из-за этого, но когда таблицы начали разрастаться и они начали дублироваться по разным контекстам, то данная схема не работает, да, ну потому что каждый занимается националом, да, и вы получаете площадь и работу других, если бы вы занимались этим сами. Поэтому, я не знаю, может быть, там в конце поговорим, может у кого-то, кто-то какое-то решение нашел, да, как можно оптимально работать с одними и теми же таблицами, обновлять и не получить работу других. К сожалению, мы это не побороли, да, поэтому очень много конфликтов, когда происходит апдейт и там x-модели, да, кто-то с кем-то мержится, но кто-то первый закомитил. Поэтому мы поставили пока так as is. Все. Закончили с моделями. Так. Дальше не менее интересная тема. Это сервисы entity framework и вот предлагаю начать с различными какие стратегии загрузки, да, существует entity framework. Ну, тут ничего нового, да, нету. Вот. Сразу давайте тогда перейдем к к ленивой загрузке. Для чего она вообще нужна в entity framework, да, и стоит ли использовать и какие кейсы были, например, у нас на проекте. Так, с этим подключили. Просто пару слов для тех, кто может быть не в теме, да, что такое лезезагрузка. Это загрузка по требованию, когда вы загружаете, например, рутовый объект, и вам отправляется в базу секунду о том, что вот о том, что вот нужен такой объект и все. И какие его childы не пробуются. Как только вы хотите к навигационному свойству доступиться, сразу идет дополнительный секунду запрос, да, и вот так потихонечку, потихонечку вы выгребаете ваш объект, да, ну, например, если вам это надо. И ну вот суть этого в лезезе лунда. И вот, например, есть у нас пример, да, сразу на что мы можем напороться с таким подходом. Загружаю кастомер, и обычно entity, которая приходит с базы данных, да, мы должны смаппить в какую-то модель. Соответственно, эта модель может содержать те же свойства, которые есть у entity, может не содержать, может какие-то там вычисляемые, ну, в общем, она как-то может отличаться, да, скажем так. Ничего сложного нету, вот просто я эферирую по коллекции кастомеров, да, и вызываю map.le.entity на модель. Все, изи. Давайте попробуем запустить. Хлоп. Так. И, значит, данную ошибку, я так думаю, ловил каждый уважающий себя, кто работал с lazy loading, о чем это говорит, ошибка? О том, что у вас банально не включен Mars, и мы не можем в рамках одного connection, да, отправлять несколько запросов до получения нам навигационных свойств, а именно, как видите, orders'а нам нужно еще догружать, поскольку включена ленивая загрузка, как и говорим, давайте перейдем сюда, вот, я вам показываю, что она включена, да, и, соответственно, выслабили первый exception, нужно включать Mars. Ну, смарт, я думаю, тоже мы знакомы, да, тут ничего сложного нету, это просто нужно обойти вот сюда, и с такой вот флаг true и давайте еще раз запустим proof того, что это работает. Наша моделька, наши ордеры, все смапилось, все четко, то есть включили Mars, и у вас в рамках одного connection генерируется множество запросов вас в данных, вы скажете, ну, вот побороли, да, можно дальше использовать lazy loader. Да, можете, и сейчас я покажу еще один кейс, да, то есть да, вы можете использовать, не вопрос, но следующий кейс, к чему это может привести, вот вы заметили, мы как бы находимся на, ну, как бы типа, представим, что это некий персистом плеер, да, и вы загружаете entity, и маппите ее, ну, обычно маппинг, это же, ну, происходит там на уровне маппера, да, на уровне контроллера, если мы там рассматриваем какой-то раппи, или там ABC-приложение, то у вас получаются запросы на нагрузку, например, orders, будут приходить не с персистом лэера, а с уровня, например, маппера, то есть опять, lazy, получается, размывает границы, ну, например, если у вас лэер архитектура, да, то границы вот этих вот слоев, да, кто за что отвечает, маппер должен отвечать за маппинг, персистом должен отвечать за работу с базой данных, и так далее, и соответственно вот у вас такие запросы могут прийти из любого левела, то есть он как бы не полностью, он размывается от местности, да, нарушаете там SRP, и так далее, и поэтому lazy на нашем проекте, или мы стараемся, по крайней мере, включать его полностью, я там еще дальше буду показывать еще один кейс, просто сразу упомяну, вы можете также напороться на проблему selecter плюс один рекорд, вернее, вот, вы уже здесь на пароле с него, то есть на каждый новый рекорд вам нужно ходить дополнительно базу данных, и что тоже не фонтан, поэтому lazy пока можно как-то сказать как best practice, да, желательно выключать, вот, и использовать какие-то другие механизмы для загрузки, использовать другие стратегии для загрузки из бата данных, я, кстати, вот, наверное, пропустил вот этот момент, потом одно продемонстрирую, а потом дальше пойдем. Я вот просто кейс продемонстрировал, есть, вы можете двумя способами, да, ловить сикл-запрос, который уходит в базу данных, используя просто сервер-профайлер, покажу, я просто не знаю, может, это работало, или нет, это просто вот здесь открывается в tools, но для этого вам нужно дополнительно там, когда вы ставите SQL Server Manager Studio, выбрать, чтобы tools просто установилось, если вы там галку не поставите, у вас этого не будет. И второй кейс, если вы ленивы, или если у вас нету доступа к ВВД, как у меня прямого, то вот можно использовать вот такую красивую лямбочку, все запросы, которые у вас идут, будут просто просто-просто писаться. Давайте я продемонстрирую. просто будет писаться в консоли. Запрос на Customer, получили Customer, получили Order, ламбочку, То есть SQL, ну, такой вот. То же самое можно здесь. В зависимости от того, есть у вас доступ или нет, ну, что, с таким случаем, просто логирование с его запросом. Так, окей. Двигаемся дальше. Второй вариант. Это ламб, да, о чем это говорит? О том, что вы уже, давайте посмотрим, как мы начали контекст. Вы лейзи выключаете, чтобы не ловить, в общем, чтобы не ловить все, что я говорил до этого. И я тут еще просто один флаг указал не создавать прокси. Просто вот такая вот штука, она используется как бы в двух сценариях. Для change трейкинга, да, и для вот такого лейзи. Там entity framework генерит свой прокси объект, чтобы навесить дополнительный функционал вашей сущности. Например, здесь я его выключил, почему? Поскольку, например, я тут еще сейчас change тает не собираюсь. Лейзи я выключил вручную, поэтому прокси у меня здесь никаких не будут, а здесь будут просто entity сейчас покажу вам. Наверки нужно поставить сюда. Сейчас у нас есть уже первое. У нас уйдет всего лишь один запрос. Никаких непредвиденных ситуаций здесь нет. Один запрос. И если вы идете на entity, как видите, если бы у вас была включена прокси генерация, здесь было бы, что прокси там такой-то такой-то номер. Я его трекаю, я знаю, что он будет лейзи лолдинг. Ничего такого нет, немножечко облегчает загрузку нашего объекта. Мы за один connection сходили в базу, загрузили все наши данные. Никаких неочевидных все нормально, никаких массов включать тоже не надо. То есть все четенько. То есть отличный подход, мы очень интенсивно его используем, но как бы из каждого правила свои исключения. Когда вот этих вот штук я просто упомяну, а дальше начинает плодиться очень много, а именно рекомендую после 4-5 инклудов, ну вроде как бы это уже так, надо стоит задуматься, но вот больше этого числа это уже надо оптимизировать. А может быть и не надо, все опять же зависит от вашего сценария. Например, устраивает вас перформанс или не устраивает? Если не устраивает, надо что-то удобное на view переводить, может какие-то индексы дополнительные создавать. Устраивает, все доставили инклудов, да, видите, компактный код, все понятно, видно, какие включены, какие подгружают дополнительные инвестиционные свойства. С этим понятно. И последний тип загрузки название, я думаю, говорит само за себя, да, то есть вы делаете все вручную, загружаете все, как мы делали сущие, ну, это как бы игр, игр лоудинг, как бы лейзи лоудинг, но вручную. Вот так. И сейчас я покажу сценарий. где бы его можно было тоже использовать. Значит, есть следующий, где он как бы больше всего используется. У вас есть entity. Это entity вы вернули на фронт. И у этой entity вы видите, вот, например, я выделил, есть такая категория ID. Это, например, просто dictionary, который не меняется. То есть, это просто статические данные в базе данного. И, соответственно, на клиенте просто пользователь вместо категории ID поставил категорию 7. И, соответственно, фронт не будет же возвращать вам полностью объект категории, а просто вернет ID. Что вы делаете? вы после того, как вызвали save ID. Давайте вызовем. Сгенерировался какой-то update. Выставили вы новое это. Давайте посмотрим. Категория ID. Обновили этот ID. Все нормально. Ну, соответственно, на клиент вам нужно вернуть модель, где ID-шник это хорошо, но вам же нужно и name какой-то вернуть, что вы правильно продаетели. И, соответственно, вам нужно точечно подгрузить только те сущности, у которых обновился ID, и вам нужен весь объект. И вот для этого как раз и предназначен, ну, может быть, есть какие-то другие сценарии. Вот у нас именно в таких кейсах, когда нам нужно точечно загрузить только часть графа объекта. И если посмотрите, да, вот я еще раз покажу, вот здесь null, вот ID-шник 7. И я явно указываю, что для этой entity пожалуйста погрузи категорию. Entity сам разрулит, что ему видите по категории entity ID 7. И давайте проверим. Сам разрулит, что ему нужно погрузить. видите уже категории name, description, все то, что нам нужно вернуть на фронт. То есть парочку таких лоудов, что пришло с клиентов и отличный кейс как раз для для explicit loading. И сейчас ... Да, тут еще интересно. Окей. Так. Это мы тоже посмотрели. и сейчас дальше. Дальше. Давайте вот это все тоже демо. Это уже следующая демо, это просто кейс для именно explicit loading. Это вот первый кейс, да, это частичное обновление, а второй кейс, где используется explicit loading, вместе с exclude property из update. Все тот же самый сценарий. Пришел объект с фронта, нам нужно точечно обновить какое-то свойство. Но так бывает, что некоторые свойства, которые мы возвращали на фронт, они, например, read-only. Клиент их не может редактировать. И они, соответственно, и не должны приходить в update. Ну, например, если клиент достаточно продвинут, использует какой-то там постман, и вручную, например, модифицирует эти read-only свойства. фронт же ж не будет, да, именно у него, например, модель, да, из модели спецом как бы вырезать эти свойства. Да, все равно он будет возвращать всю модель на бэк. Соответственно, на бэке нам нужно как-то вручную повырезать эти свойства. У этих фрайверка есть отличная API, которая называется просто из-модифайд флаг, и вы исключаете эти полностью свойства из апдейта. И давайте посмотрим, как оно работает. Если помните, вот перед этим, да, я продемонстрировал апдейт, там обновлялись все поля. Сейчас давайте посмотрим после применения вот этого эксклуда, какой сгенерируется сикл. Сейчас должен быть вот такой вот сикл. Видите? Очень четко я у этой категории хочу обновить только set-product-id. Все остальные свойства уходят из генерации, и, соответственно, вы себя страхуете от того, что кто-то вручную начнет делать обновление ридон-ли-полей для вашей сущности. У нас тоже это очень мощный механизм такой вот частичных обновлений. Но так может случиться, что... Сейчас я покажу. Куда придет объект, О, у меня сегодня день. Как может случиться, что вам не придет какое-то свойство из данного объекта. Ну, оно вам как бы и не надо. Ну, такой может быть тоже сценарий. То вы получите вот такую вот ошибку, что что-то пошло не так. Что валидация fail. Вот интересный вот сразу case. Особенно с entity framework тоже накалывается почти на эту штуку каждый. То есть коллекция ошибок валидационных, но как же же ее заэкспандить и как в нее заглянуть? То есть непонятно. И первый хак, который, например, я делаю, да, и который рекомендую делать, это следующий. Делаем partial class. Делаем убирай. Давайте заглянем по самым. Словили нашу ошибку. Для чего рекомендуют эту штуку делать? Вы не вклиниваетесь в механизм save changes, видите, вызываете base, но делаете теперь валидационные ошибки. И вот здесь уже вы можете заглянуть, что пошло не так. И вот вам говорят, что product name field is required. Это, конечно, очень опасный кейс, поскольку вы должны понимать, что вам точно, что вы его точно исключили из, видите, я его исключил из обновления, то есть он не должен обновляться, но когда происходит save changes, entity framework перед генерацией сиквозапроса запускает процедуру валидации всего entity графа, который помечен как modified или added. И, соответственно, поскольку product name, UDMX модели, not nullable, бросается эта ошибка. Также под данную процедуру валидации попадают, если у вас на entity навешан или атрибут, вы просто сделали partial pass, или от наследовательства интерфейса ivalidatable object. Они тоже попадают в эту процедуру валидации. Но вы точно уверены, что вам product name обновлять не надо. Если вы точно уверены, то вы можете засопрессить вот эту вот процедуру. То есть entity framework именно в данной локальной области он не будет запускать процедуру валидации всего графа, вы ее спрессите. И, соответственно, когда вы дожмете save changes, я просто хочу показать, какой SQL сгенерируется. Видите? В update нету этого свойства, product name. Обновляется только категория ID. То есть вы это поле исключаете только из именно workflow, который происходит на сервере перед генерацией. Но когда именно происходит генерация, product name не попадает. Вот, чтобы вы понимали. но если product name вам нужен, да, там у них какие-то валидационные бизнес-рулы, да, то есть вы должны понимать, что вы не только product name исключаете из этого цикла, но абсолютно весь граф объекта. Вот так вот. Вот такая вот тонкость работы, вот это partial updated, да, плюс вот такая вот валидация. и про personal tracking. Хотел бы вот пару слов тоже сказать. Я для него никаких там дальше сэмплей я не сделал, да, но в некоторых моментах он просто очевиден, да. Если у вас есть сценарий на чтение, не, давайте на издалека. Как происходят вот эти все механизмы загрузки сущностей в контекст? По умолчанию у entity framework есть такая опция merge option, которая выставлена в статус append only. Она говорит о том, что когда вы делаете загрузку, entity framework сперва идет в контекст, смотрит, есть ли она там, если ее нет, он идет в базу и загружает ее, и оттачит ее к контексту. Вот такое поведение по умолчанию что делает изноу-трекинг? Он этот флаг merge option выставляет вноу-трекинг. На что этот флаг влияет? Первое, вы отключаете механизм change трекинга у ваших объектов. То есть при давлении контекст для них не будет сгенерироваться, сгенерирована для прокси там целая инфраструктура для поддержания апдейта сущностей, которые добавлены в объект. Второе, они не будут кешироваться. То есть вот не будет сперва лезть в контекст, а потом загрузка базы. То есть оно будет всегда загружаться из базы данных. То есть профит невероятный, но только для read-only сценариев. ну вот профит, профит, да, в чем профит, то есть какие числа, почему профит, почему я должен это использовать. Я просто вот есть к данному пункту ссылка, к сожалению, да, это 2012 год, что здесь, и не включена антит фреймворк 6, а пятый, но я думаю для антит шестого тоже, к сожалению, не смог найти более что-то посвежее, а сам я не хотел все эти графики рисовать. то есть я опираюсь на некие результаты с данной статьи. Говорят следующее, что перформанс для памяти где-то 30% по сравнению, если не включен данный флаг. И для самой загрузки, для материализации объектов, там начинают как бы играть, когда у вас вы загружаете в контекст объектов больше сотни. Больше тысячи, еще больше. ну то есть там такой скачок больше сотни, а потом больше тысяч. То есть proof, я не хочу просто останавливаться, proof вот эта вот статья, почему это стоит делать, мы просто там дальше пойдем. И все-таки использовать эту штуку надо, и она очень хорошо оптимизирована, как по использованию памяти, так и для материализации коллекции для ридонных сценариев. Вот так вот. Так что можем идти дальше. Вы там, ну кто захочет, интересно, почему стоит использовать зналтрекинг. И вот как раз следующий пункт. Проблемы использования загрузок я проговорил для игр. Ну то есть все здесь это проговорено, и опять вот пруф на перфомансе для каждого всех трех загрузок, как они себя ведут, что лучше использовать, да, и вот какой вот вывод, да, все зависит от вашего сценария. У нас лези выключен вообще, игр explicit только в определенных сценариях. Это для этого, ну, для такого-то сценария, explicit для такого-то сценария. В других сценариях они не используются, то есть вот так они заточены, ну, в общем, больше там уже, считайте, да, здесь я уже, как бы, все рассказал. И следующая тема, очень интересная, нетривиальная, это развитие следующих идей. Вот когда вы используете игр loading, да, вот у вас сплодятся куча инклудов. Хочу заинклудить то, хочу заинклудить все. Большой граф объектов, да, поскольку там так логика построена, нам нужно выгребать много связанных сущностей, то давайте я сразу буду мастыкать, ну, банально, да, много селектов, много инклудов, и давайте с вами вход поймем. Вот. Все с этим сталкивались, инклуды, ну, я взял один, да, просто не хотел строчку все выставлять. Много инклудов, делайте какой-то вэр, вы говорите, первый, какой может быть шаг вообще с множеством инклудов, да, и почему плохо иметь много инклудов. Первое, ну, куча джойнов, да, и дублирование данных. Соответственно, из-за того, что много джойнов, дублирование данных, вы увеличиваете количество данных, которые передаются сиквелом на сервер. Как это можно потюнить? Ну, первый степ, я, наверное, даже не буду демонстрировать, сразу со степа покажу. Первый степ, это сделать следующее, разбить ваши инклуды на селектор, то есть, вам нужно как минимум получить корневую сущность, но, видите, я ее не загружаю, то есть, интерфейс акклэрабл, она пока здесь, она не материализована, и эту сущность вот такими вот запросиками селект мэни доугрузить, вы будете иметь, соответственно, несколько открытых коннекшенов, у вас будет выходить множество запросов на базу, но все эти запросы будут без дублирования, и давайте пружу. Сейчас я гляну, я включил, да, включил дебаг, то есть, сейчас вот, ну, у нас еще не загружено, когда мы начинаем грузить раз, два, то есть, уходят, в общем, сколько select many, сколько to list, да, ну, очевидно, да, сколько будет уходить запросов в базу данных, но, один connection, и столько вы создадите connection, и если вы посмотрите на employees, то есть, вы должны быть точно уверены, что у него есть, вот, видите, то есть, сейчас вы положились на такую процедуру, entity framework называют fix up association, которая говорит следующим, что вы догружаете отдельные части вашего объекта, а entity framework по foreign ключу понимает, что эти ордеры принадлежат этому employee, и за вас делают вот такие вот классные ассоциации, запускают вот эту процедуру, да, что вы видите orders, а не видите здесь нолик, как отдельная коллекция, которая загрузилась, ну, как бы, тоже неплохой подход, да, тоже рекомендуют его использовать, но вы скажете следующее, я теперь вместо include буду платить кучу select, да, в чем профит, здесь как бы один connection, здесь multiple connection, то есть, но здесь уменьшается дублирование, ну, да, начинается такой холивар, да, что лучше использовать, ну, если вы, например, вот, рассуждали в данном направлении, то придете к следующим, придете к следующей мысли, а что если, как каким-то образом сделать микс, загружать, использовать один connection, но select как бы использовать внутри данного connection, да, а не загружать, а не открывать каждый новый при открытии select, и еще хотелось бы не включать этот марс, то в entity framework из коробки эта штука не реализована, вот, вот, есть такой extension для entity framework, называется entity framework extended, опять же, тут ссылка, кого это заинтересует, можете перейти посмотреть, которая реализовывает ту идею, о которой я рассказал, и сейчас мы посмотрим, даже отсюда, как это вообще, да, наверное, это уже здесь, чтобы покрасивее здесь увидеть, значит, что мы делаем, наши, загружаем наши employee, и в конец добавляем вот такой extension method future, сейчас я покажу, как видите, ничего сипов не ушло, то есть вы как бы готовите, ну, как и здесь, в принципе, да, готовите свои сущности для загрузки, видите, ничего, здесь чисто, здесь чисто, никто, никто ничего базов не идет, но, как только вам нужно материализовать весь граф объекта, вы вызываете метод toList, и вот здесь вот начинем, и здесь происходит магия, смотрите, что это делает, открывается, как видите, всего лишь один connection, то есть нету множественных connection, открывается один connection, внутри которого ваши query бьются вот на такие вот штуки, и, соответственно, видите, нету ни одного join, это просто чисто из select с query, нету дублирования данных, и вы атомарно загружаете ваши коллекции, и используя процедуру вот fix-up ассоциаций, если я наведу на employees, то вы получите те же самые order, то есть эти ребята получились миксовать все самое лучшее из первого, из степа один и степа два, и реализовать вот в таком замечательном фреймворке, вот, к сожалению, здесь тоже есть некоторые свои drawbacks, данный фреймворк использует, ну, наверное, очевидно, да, рефлексию, и доступается к некоторым protected протвертьям самого entity фреймворка, и, соответственно, да, они говорят, что если вдруг что-то выйдет, какой-то апдейт, да, мы, с нас взятки гладкие, мы это как бы не хендлим, если они спрячут это в какой-то protected поле или переименуют, да, то у вас все завалится, поэтому будьте аккуратны, да, но если вы хотите такие вот плюшки иметь, пожалуйста, вот, используйте на здоровье. Это второй кейс это так называемый load update сценарий. Если вы, ну, в общем, любая ОРМ-очка, да, грешит следующий, вы не можете обновить вашу сущность, пока вы ее не загрузили в контекст на сервер. Ну, как бы, нормальный сценарий, сперва загружаете, обновляете и делаете сейв. Но, например, у у меня на проекте все то же самое, что я говорил, но мне и не нужен был весь граф объектов. Мне, например, нужно было, у меня были только ID, и мне нужно было поменять только определенное поле по той сущности, у той сущности, у которой у меня был известен ID. То есть у меня было известен ID, и у меня было известно поле, которое нужно было обновить. И все. И я не хочу загружать все, даже используя все техники частичных обновлений, о которых я говорил, а хочу только обновить это поле, и все. И я не хочу загружать эти сущности. И эти ребята говорят, у нас как раз есть инструмент для этого. давайте посмотрим. Значит, есть employee, как я говорил, ID, и есть поле, которое надо поменять. Вы пишете такой запрос, типа как вы грузите его на сервер, и после того, как вы его загрузили, вы его обновляете, этот employee, вот с таким вот title. И давайте вам ну в общем я не хочу в базе получать эту запись, я думаю, вы мне поверите, сейчас какой секвен сгенерится, что именно у этого employee выставится title вот с таким вот. И давайте продемонстрируем. Включить. еще раз. Надо еще раз. Так. Так. Почистили. Стоп. Вот это весь сиквел, который сгенерировался на процедуру апдейта. То есть да, внутри оно как раз и содержит наш select, да, но иначе как же получить сущность, которая... Но это все делается на сервере. Никакие данные на... Ну, собственно, на сиквел сервере. Никакие данные на сервер, да, не передаются. То есть просто генерится аккуратный сиквел, да, который содержит в себе select и update. Ну, поскольку сиквел под это все оптимизирован, процедура апдейта у вас должна пройти очень мгновенно и вам не нужен этот загрузка всех сущностей. То есть вот такой вот инструмент, да, в одну строчку позволяет решить целую проблему лоб апдейт сценария. Так что это примерно санамная штука. Вот уголка. И мы двигаемся дальше. все. Это последний сценарий и одна из самых сложных, которые возникают при работе с рэмпами, да, это вот нужно, нужно обновить граф объектов. И причем так, что могут существовать различные сценарии. Connected, дисконнектed это что имеется ввиду? Когда вы загрузили сущность, и эта сущность трекается контекстом, да, включен час-трекинг, включен прокси, и соответственно все изменения автоматически как бы трекаются на инстрифреймах и генерируется потом сиквел изменений. Есть второй тип сценарий дисконнектed, это когда вам пришла модель например через вебапи, вы эту модель намапили на идите и хотите каким-то образом сказать эти фреймворки сгенерируй нам сиквел изменений и обнови мне граф. Все. Вот такая вот проблема. И я хочу продемонстрировать решение данной не проблемы как бы задачи, используя первое решение это автоматер и второе решение это граф див. Тоже все ссылки на гитхаб все можно посмотреть кому-то интересно. Вот так. сразу в ход потому что надо показывать пару слов автоматер просто некоторое секундочку фреймворк, который позволяет создать некий маппинг между энтити с персистем фреймворок и модели, который будет возвращен клиент, таким простым маппингом переложить со своих плеч ручного перекладывания свойств сущности в модель и наоборот когда вам пришла модель с клиента переложить ее в эндити для сохранения. Вот такая вот пословечка которая призвана упростить жизнь программиста и я сейчас загружаю загружаю от нашего кастомера сейчас я покажу вот он есть вызываю маппер ну я там видели регистрация все это маппинг и так далее и я маппер вот наш вот энтити перекладываю модель вот видите да просто она перемапилась вот такой одной строчке и теперь я хочу что сделать поработать с кастомером представьте что вот видите да я специально показал нет никаких проксий change tracking выключен lazy нету то есть все выключено и считайте что наша сущность как бы оторвана от контекста и можно так же представить это моделирование ситуации как будто мы что-то поделали на клиенте поменяли контакт тайтл удалили ордер было 12 стало 11 и мы теперь эту модель возвращаем обратно кастомеру и в эдите перематываем и ожидаем увидеть что у кастомера давайте посмотрим ордов 12 и я ожидаю увидеть здесь 11 тайтл уже один хотя тут должно сейчас секундочку все чтобы вообще все красиво было давайте два поставим вот два и ордер у нас 11 а здесь вот я кстати выключил там прокси вот такой у вас прокси и вот ордер вот здесь вот сейчас начнется очень интересные штуки вот у вас получается все все ордеры вот тоже именно как бы с прокси и когда вы нажимаете мап я тут просто готовился к одному сценарию и нормально что тут обратить ваше внимание посмотрите перед этим да я вам показывал что ордер они были с прокси ну то есть для них было сгедерировано прокси и эти фреймворк трекал испедения которые были в этой коллекции но сейчас после того как вызвался маппер это просто пук объекта соответственно их нету в контексте и соответственно когда вы вызовете вручную процедуру детектирования ничего не поменяется поскольку их нужно как бы явно оттачить в контексте и соответственно вы как бы себе поломали весь граф когда вы будете вызывать safe changes сейчас увидите здесь очень неприятную картину почему почему вот это все произошло потому что когда вы сделали вот этот маппинг entity фреймворк пересоздал всю коллекцию ой не автомаппер пересоздал полностью всю коллекцию ордеров и прибил все ваши прокси которые должны были бы трекить изменения соответственно это не фиксится в своем самом автомаппере это его поведение по умолчанию и чтобы вам сказать автомапперу пожалуйста не трогай эти прокси а сделай как бы некий мердж то вам нужно доустановить еще отдельные нюгит пакеты это автомаппер коллекшн и автомаппер entity фреймворк подключить новый профиль это все как бы описано не буду остановить это все описано подключить вот здесь вот профиль и вот здесь вот обязательно задать некую некое условие для того как матчить ваши коллекции а я сейчас здесь вы видите задал что по order ID чтобы эта штука поняла что по этому ключу смотреть что смерджить что обновить что обновить что переименовать и фактически вот вот такими тремя строчками это опять же да вот кастом опиодов соответственно можете больше этих всех строчек любую любой тип вложенной иерархии можете сделать и подобавлять вот такие штуки чтобы сказать как нужно матчить и когда вы сделаете все та же самая процедура сейчас я не уберу что у меня только это получится сейчас посмотрю 2 и ордеров 11 еще тут надо выключить я вам покажу что прокси не прибивается прокси вызвали маппер магия то есть все прокси осталось минус один ордер потому что мы удалили и сделали как бы переименование то есть это первый так сказать трюк с этими всеми подключены но опять же нам ни детектирования ни лейзи это все нам не надо почему потому что я же говорю пришла модель с клиента она обладает уже полностью всеми знаниями нашей сущности что нам только надо сделать это перемапить весь граф объектов с моделей на сущность ордеров 11 это 2 после маппинга 10 3 все нормально поскольку мы выключили детектирование изменений у деби контекста есть свое аппи которое позволяет мануально это сделать но опять же не всегда это рекомендуется если большой граф объектов с множеством узлов множеством изменений эта штука может быть очень опасной поскольку вы будете ждать когда все пересчитаем здесь она маленькая поэтому мы включаем можно вручную это сделать вот то есть все супер но чем грешит этот подход когда вы сделали перемапили модель на entity да вот вы вроде бы видели все нормально произошло видели детект изменений вроде как должен сгенерироваться нормальный сиквел но если вы полезете в локальную коллекцию объектов ордеров то что загружено сейчас на сервер вы увидите некие ордеры это вот которые мы ремовнули у которых перестало быть у которого нету парента ну почему нет потому что вы просто ремовнули и соответственно вот эти вот сущности у которых нет парента они называются сироты и сколько вы наремовали столько и будет сирот и если вы просто вызовете после этого сейвченжес то никакого сиквела не сгенерируется почему-то entity framework все это скипает сразу proof да можете посмотреть почему то есть это не баг это типа фича вот и говорят следующее чтобы убрать эти сироты и явно сгенерировать сиквел на удаление вам нужно выполнить такой маленький процедур получить все сироты найти их и удалить из контекста явно то есть вот эта процедура которую мы вручную запустили ее недостаточно для удаления сирот из контекста и только после того как вы удалите их вот таким образом и нажмете save changes возлинируется видите какой аккуратненький сиквел запрос один апдейт на изменение тайтла и один делит на удаление orders нету никакого полотна апдейт делита поскольку у нас прокси сохраняется вот такая работа с автоматером кому интересно кто использует вот эти все пакеты есть вот мне автоматер не понравился только из-за вот этих штук дополнительных ну и мы тоже от него отказались поскольку рефлексия неудобно работать у меня больше именно затронуло вот это но опять же есть ребята которые после использования таких штук сказали нас это не устраивает мы хотим что-то более интеллектуальное которое бы сразу позволяло строить граф объектов и силы сразу добавлять в SQL запрос и сейчас вот я перешел на другой фреймвер граф диф называется это тоже extension для фреймворка и опять же тот же самый сценарий есть кастомер да у кастомера мы есть вот меняем title есть ордеров три мы первым прибиваем его стало два и поскольку вот это дисконнект сценарий никаких прокси нету все это как будто пришло с клиента да мы теперь вызываем вот магия мы говорим что вот этот идите которое пришло с клиента мы хотим обновить весь граф объектов любой сложности конфигурируя вот такими вот лентами здесь я указал что у кастомера есть причиненная коллекция ордеров у нее есть коллекция ордеров details задал некоторый маппинг да это типа в кавычках то что как бы задается в автомаппере да и говорю как бы обнови мне граф и сейчас давайте посмотрим какая магия происходит на вызове вот это обновить граф ну почти магии никакой очевидно чтобы построить вам сикл изменений этот фреймворк должен пойти в базу и взять снапшот всего вашего ну не всего графа объекта а до до того уровня вложности где будет происходить апдейт и загрузить его себе это конечно ну некий оверхед но без этого ну как вы хотите ну я там дальше скажу какая у меня идея была то есть вот мы загрузили сделали снапшот и внутри этой штуки она сама разруливает что было до что пришло из базы и что я должна сгенерировать и когда вы нажимаете save changes вы получаете такой вот это вот я не понял что это а да это поскольку у меня видите к ордеру были прицеплены детали оно каскадно поудаляло и их и ну в общем как бы все правильно сгенерировало тот нужный нам граф из граф объектов и соответственно какие ну то есть видите здесь нету никаких сирот и все чутьненько работает единственный минус ну как по мне это то что нужно блестить с базы данных и по идее здесь вот всегда работает вот стратегия database win мне бы хотелось да ну вот я не нашел правда таких кейсов вот этих ребят чтобы она мне сделала следующее чтобы она мне изменения которые у меня есть здесь до мерджала те которые есть в базе помните вот я показывал запрос который в лот апдейт сценарию не загружая сущность сделать апдейт вот здесь вот хотелось бы провернуть то же самое то есть может быть эта магия конечно не сработала мы очень много хотим от entity framework но по идее вот это самый классный сценарий который нужен для работы с деревьями чтобы оно автоматически за нас провела этот мердж ну вот ну и какой нужно подвести итог нашей беседы мы немножко время перебрали может на вопросы лучше поотвечаем все хорошо давайте тогда если какие-то вопросы и просто пару слов если кто-то тоже хочет поиграться с исходничками я выложил вот и тогда давайте задавайте вопросы это вопросов нет тогда всем спасибо за внимание спасибо тебе Алексей я думаю что вопросы будут ну просто так по времени получилось много я думаю что еще потом тебе зададут вопросы но много людей это были на другие митинги бежать поэтому подключались я думаю что тебе обратятся зададут там когда блокбост будет Женя по шаре так что ты к этому еще готовься потому что тема такая всем интересно всем тогда спасибо за внимание спасибо что выслушали надеюсь что что-то у себя на проектах тоже завязайте поскольку мы некоторые вещи у себя не используем но они очень полезны спасибо большое Алексей